Вот тебе такой вопрос для разминки. Когда кто-то другой поступает не лучшим образом, неправильно по отношению к людям, ты же сразу это замечаешь, да? Ты такой, о, вот этот человек поступил неправильно, такой нехороший человек. А что если это ты, не такой славный или хороший, как ты о себе думаешь? То как это понять? Хочешь ответ? Никак. Собственно, на этом можно выключать видео. Да-да. Все. По статистике все лишние отсеялись, остались только свои. Можем начинать. Да, докопаться до правды о себе практически невозможно. Все потому, что у тебя в мозге регулярно, постоянно протекает один процесс. О нем ты узнаешь чуть позже. И из-за него, даже будучи образцовым засранцем, ты об этом все равно никогда не узнаешь. Но в духе бихвеоризма я попытался зафиксировать портрет мудака по его поведению и собрал для тебя топ-7 красноречивых признаков того, что ты мудак. Ну, или не ты, а кто-то там еще. Если есть совпадения, хотя бы по трем из них. Что же. Тогда стоит задуматься, но ты мне все равно не поверишь. Этот признак, конечно, довольно косвенный и не стопроцентный, но все же. Вялое рукопожатие. И не потому, что у тебя слабенькие ручки. А потому, что регулируя силы рукопожатия, ты даешь человеку понять, насколько ты рад встрече с ним и в целом, насколько ценишь его компанию. И слабое рукопожатие в твоем случае, это такой способ из-под тяжка выразить свое пренебрежение. Для водителей. Ты не включаешь поворотники при перестроении. Лезешь в соседний ряд и даже не заморачиваешься с тем, чтобы предупредить других автомобилистов. Ну а хрен ли, сами догадаются. Кстати, пробку ты объезжаешь по обочине. Даже если из существенных причин торопиться, у тебя только что-то вроде... Просто хочу домой, хочу домой, хочу домой. Ты включаешь громкую музыку в общественном месте. В парке, поезде, на пляже. Как правило, у тебя при этом еще и мудацкий музыкальный вкус. Но ты об этом, конечно же, не догадываешься. Вообще, существует прочная прямая корреляция между отстойностью трека и громкостью, с которой его включают у тебя под окнами. Но науке только предстоит исследовать это загадочное явление. Тебе же, человеку, который включает музыку в общественном месте, когда его об этом не просят, наверное, кажется, что ты несешь в жизнь людей праздник. Вот они сидят такие скучные и погруженные в свои мысли. А тут ты включил музычку, и сразу у всех настроение поползло вверх. Хотя, скорее всего, нет, это не твой случай. Тебе просто плевать. Ты частенько хамишь. Правда, это еще не делает тебя мудаком. Ты хамишь кому-то, кто из-за своего положения или профессионального регламента не может осадить тебя. В качестве груши для битья ты выбираешь кого-то поудобнее. Официантов, кассиров, подчиненных, студентов, у которых ты принимаешь экзамен. Тявкать же на тех, кто может дать сдачи, ты вот от чего-то не решаешься. Именно это отличает грубого, но прямолинейного человека, который одинаково нелюбезен со всеми подряд, от простого мудака. Но прервемся на секунду. Я хотел бы рассказать тебе одну историю из своей жизни. Как-то раз, когда я был маленьким, помню, я сидел у себя в комнате за раскрасками, ковырялся в носу, пока мама что-то готовила на кухне. И тогда меня посетила одна мысль, которая даже сейчас, спустя два года, шутка, спустя много лет кажется по-настоящему глубокой. Эта мысль меня тогда не на шутку напугала. Я подумал, а что если я вырасту плохим человеком? Вот как эти дядьки, которых ловят старший лейтенант Дукалис и капитан Ларин. Самое ужасное, что если я стану плохим, отрицательным персонажем, я же об этом не узнаю. Мне будет казаться, что вещи, которые я делаю, на самом деле справедливы и правильны. И что на самом деле я хороший. Не, ну это же очевидно. Сейчас объясню свою детскую логику. Плохим быть плохо. Их никто не любит. Плохие постоянно проигрывают. Поэтому всякий злодей, если только бы мог догадаться о своей злодейской природе, тут же бы бросил все свои преступления и переделался бы в хорошего. Но, однако, этого не происходит. Почему? Потому что если ты плохой, отрицательный персонаж, об этом знают другие, но не ты. Так же, как если ты тупой или мертвый. О, и ты не представляешь, как я тогда глубоко копнул. Я до сих пор не совсем уверен, есть ли у меня основание называться положительным персонажем. Или, как минимум, порядочным, честным, умным. Потому что если я все-таки мудак, и мне даже об этом кто-то любезно сообщит и предоставит улики, мой мозг все равно меня отмажет. Для этого процесса самовыгораживания Зигмунд Фрейд подобрал такое название, как рационализация. Это механизм психологической защиты, заключающийся в попытке выдать желаемое за действительное, дабы перед самим собой не ударить лицом в грязь и сохранить самоуважение. Хотя бы его последние капли. Боже мой, неужели я струсил? Не-не-не, бред какой-то. Просто я очень тороплюсь. Совсем нет времени заступаться за Володю. Что поделаешь, работа у меня такая. Да, сам себе не принадлежу. Димон! Как же это работает? Ну, как мы выяснили в одном из прошлых видео, люди в своем большинстве считают себя, если не идеальными, то весьма близкими к этому. Да, у меня есть некоторые слабости, но а у кого их нет? Да, я иногда совершаю ошибки, но я же не робот. В целом же я добрый, честный, отзывчивый, дружелюбный, смелый, интересный, открытый человек. А если ты такой дружелюбный, то тогда скажи, зачем ты бабку топором огрел? Ну, или сделал какую-то другую пакость? Тут случается когнитивный диссонанс, когда желаемое перестает соответствовать действительному. Когда в теории, в твоих убеждениях, одно, а на деле вдруг выходит, что ты уже и не такой замечательный. Ой, да ладно уж, придет же такое в голову, какая-то измена, я вас умоляю, а тем более предательство. Зимон! Я знал, что ты вернешься. И возникла же стойка в духовном единении. А вот это, когда только на телесном уровне, это разве считается так? Физика за 10 класс, трение. И чтобы выпутаться из этого клубка противоречий, мозг начинает рационализировать, то есть объяснять себе, почему твой, на первый взгляд, недостойный поступок, не укладывающийся, но никак не укладывающийся в твою систему представления о себе как о положительном, хорошем персонаже, на самом деле в эту систему прекрасно укладывается. И торопиться менять о себе свое положительное мнение пока не стоит. И вот оно, проклятие развитого интеллекта. Примечательно, чем умнее человек, тем продуманнее и изощреннее будет его самовыгораживание, тем прозрачнее и недоступнее для понимания будет его собственная ошибка, трусость, подлость. В описании к видео ты найдешь ссылку на исследование, которое показало, что люди, обремененные интеллектом чаще других, попадаются в ловушки когнитивных искажений. Ну, что вообще неудивительно, если учесть их способность к рационализации, то, насколько здорово они это умеют делать. Вот и получается, что интеллект с моралью или совестью, как угодно, находится в сложных взаимоотношениях. Если ты непоправимо глупый, это я сейчас немножко пофилософствую, то ты просто не сообразишь, что ты совершил дурной поступок и причинил кому-то вред и продолжишь в том же духе. А если ты весь из себя мыслитель, привыкший к хитрым логическим построениям, ты не заметишь, как за всей этой постоянной рационализацией и искусным самообманом ты перешел на сторону зла. Или что еще хуже, потому что прозаичней, стал мудаком. Безусловно, мы все эгоистичны, и каждый человек, которого ты включил в свой круг общения, это средство как-то реализовать себя и помочь себе определенным образом. Да, дружим мы и не просто так. Друзья это, например, способ увеличить социальную активность, что благотворно скажется на восприятие тебя окружающими. Изгоев ведь никто не любит. Да и в конце концов, просто такой неплохой шанс не загнуться от одиночества. Но обычно люди как-то не думают об этом настолько опосредованно. Они просто видят перед собой человек и радуются тому, что он рядом. А если у тебя при виде человека, вместо связанных с ним эмоций, воспоминаний, в голове начинает тут же появляться четкий перечень ништяков, которые с него можно срубить, ну, ты сам уже знаешь, о чем это говорит. Высший пилотаж это безоценочное восприятие действительности, когда ты не судишь, не развешиваешь ярлыки и дождь со снегом. Для тебя это просто дождь со снегом, а не опять какая-то дрянь с неба сыпется. Но так умеют только просветленные или люди, которые уже весьма близки к этому состоянию. Они находятся от мудаков на противоположной стороне спектра. Своего рода антимудаки. Всем этим видео, в котором я щедро направо и налево обзываю людей и подвергаю пристрастной оценке неугодные мне паттерны поведения, я показал свое истинное место на спектре. И отодвинул момент своего просветления еще не на одну тысячу лет. Но, надеюсь, такая цена заплачена не напрасно, и хотя бы ты, мой зритель, неплохо провел время за просмотром. Вообще нет ничего зазорного в том, чтобы иногда поныть, покритиковать, обхаять что-нибудь как следует. Как минимум, потому что всегда есть к чему придраться. Мир ужасно несовершенен, и в нем нет ничего абсолютно положительного или однозначно хорошего. Ну, разве, кроме Шевчука. Почему не на добре мы строим новую Россию? Ну, а когда это начинает беспрестанно литься из тебя во все стороны, забрызгивая окружающих, и чтобы тебе не подвернулось даже вполне сносное, подвергается твоему испепеляющему осуждению, то впору задаться вопросом, может быть, с тобой стали меньше общаться не потому, что они мудаки. Нет, не так. Не потому, что они мудаки. Есть такая штука, как эффект ведра крабов. Это когда ты берешься за что-то новое, хобби, какой-то проект, спорт, а твои друзья или родные, бессознательно не желая мириться с тем, что ты собрался меняться, и они навсегда потеряют тебя прежнего, начинают вставлять тебе палки в колеса, насмехаться над твоим новым занятием или в открытую отговаривать. Так вот, явление вполне заурядное. Все мы так делаем. Но фокус в том, что люди в своем большинстве способны контролировать в себе этот крабий инстинкт. Они могут вовремя остановиться или на худой конец в состоянии сделать вид, что радость за друга. А вот самые неисправимые и дуболомные крабы, которые до последнего, за что бы ты ни взялся, будут сеять в тебе сомнения и виснуть у тебя на хвосте и есть мудаки. И самый главный признак. Уж он-то и расставит все точки над «и». Готов? На протяжении всего видео тебе ни разу не закралась в голову мысль. А что если это про меня? Само собой, это ужасно субъективный, а каким же он еще может быть, и катастрофически неполный топ. Возможно, у тебя есть собственные проверенные методы безошибочно вычислить в толпе мудака. Если так, то напиши этот девятый признак в комментариях. Иногда может даже показаться, что вот они, те, о ком это видео, буквально повсюду. Но существует одно обстоятельство, позволяющее надеяться, что скорее хороших, понимающих, чутких людей все-таки больше. Просто они незаметны и не лезут в глаза. В автобусе такой человек сидит себе тихонько у окошка, слушает что-то в наушниках, заметить не через колонку. И никто на него даже внимания не обратит. После поездки, если вдруг спросят, ты даже не сможешь наверняка вспомнить, а был ли этот парень вообще в автобусе. Зато вот перегар того мужика, который ко всем вязался с разговорами, ты еще не скоро выветришь из памяти. Потом же, когда задумываешься об общем уровне культуры и воспитания в обществе, на ум приходит кто? Что? Правильно. Одни мудаки. Еще нужно оговорить, что мудак. Что это я в самом деле все мудак, да мудак. В конце концов, это видео может посмотреть моя мама. Она будет не в восторге от выбора языковых средств. Да что уж там, она будет не в восторге вообще. Так вот, нужен какой-то эфемизм. Бессовестный человек. Точно, бессовестный человек. Я хочу сказать, что бессовестный человек это относительно постоянный набор личностных характеристик. Я имею в виду, что если бессовестный человек сделал что-то бессовестное в понедельник, высока вероятность, что он повторит это во вторник, в среду, в четверг. Я не говорю уже про пятницу вечер. А еще есть в целом приятные люди, но которые порой ведут себя довольно помуда... Довольно бессовестно. Просто потому, что встали не с той наги, пережили неприятность, проглодались или устали. Потом совесть, конечно, возвращается к ним, и они сожалеют о содеянном. Но не обольщайся, формула. Я вообще не такой, не знаю, что на меня нашло. Может просто оказаться той самой рационализацией. Нет, я не призываю нести добро. Но, упаси Господь, это скользкая дорожка. Насилие добром – это точно такое же насилие, как и любое другое. Нет. Достаточно просто не делать хуже. Поверь, уже этого вполне хватит. И если тебе кажется, что вот этот человек на сто процентов заслужил, чтобы ты на него сейчас как следует наорал, подумай об этом следующим образом. Ему так же, как и тебе, бывает страшно и тоскливо. А еще, независимо от того, кто он и чем занимается, однажды он лишится всего. Всего, что у него есть. Молодости, здоровья, друзей, близких, воспоминаний юности. Согласись, у него уже довольно серьезные проблемы, которые вдобавок не имеют решения. А тут еще ты со своими претензиями. Давай сделаем то минимальное, что мы способны сделать, и хотя бы не будем плодить дополнительные страдания в довесок к уже запрограммированным в этом мире. Попробуем проявить терпимость, терпеливость, готовность пойти навстречу. Пусть думает, что хороших людей все-таки больше. Даже если это не так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!